Здравствуйте, наставник. Можете объяснить, как отличать любовь от влюбленности? Ой, какой хороший вопрос. Ты нашел, кому задавать этот вопрос? У меня были и то, и то в своей собственной даже жизни. Человек либо страдает от любви, либо страдает от отсутствия любви. Лучше любите кого-нибудь и потом страдайте. Он женился четыре раза. Ой, молодец какой. Четыре раза? Да вы что? До сих пор не могу понять, почему все жены уходят от него. Кто за него пойдет? Он ведь с детьми. Хе, однозначно жениться. И что? Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели. Кто смотрит рубрика «Вопросы Довлатова», Хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли к нам на рубрику «Тайные взаимоотношения». Смене жизни и многие люди себя читают профессионалами, потому что людям кажется, что их собственные мысли самые главные и самые правдивые. Хочу ответить на несколько вопросов, которые к нам пришли. Ставьте лайк. Если наша рубрика помогает вам, пожалуйста, напишите в комментариях, в чем помогло вам. Когда я почитаю ваши ответы, когда я почитаю ваши комментарии и так далее, это появляется еще вдохновение и желание еще больше работать для вас и написать и выпускать такие много, побольше хорошие видео и отвечать на многих вопросах. Пожалуйста, будьте шедри, ставьте много лайк и рекомендую своим друзьям, знакомым. Станьте причиной счастья других людей. И однажды в вашей жизни полно будет счастья. Здравствуйте, уважаемый Довлатов. Я хотел задать вам вопрос. Мы с мужем уже два года, и у нас родился сын. Ему девять месяцев. Он работает совместно с моим братом. У них есть фруктовый магазин. Он уходит из дома с самого утра и приходит поздно ночью. В двенадцать или час ночи, когда он приходит домой, он почти не разговаривает со мной. И в большинство случаев мы ссоримся из-за этого. Из-за этого он не говорит мне ласковых слов, не дарит мне подарков, когда мне или моему ребенку. Что-то нужно, он не обращает на это внимания. И в базаре он со мной ссорится, говорит, что я выбираю дорогие вещи. И что дешевые вещи тоже, как и дорогие. И что у тебя это есть, не нужно тебе новое. И ребенок и без этого вырастет. И все такое. Я сама учусь на четвертом курсе. Он не разрешает работать мне. А сам не покупает мне нужные мне и ребенку вещи. Что мне делать в такой ситуации? Посоветуйте мне что-нибудь, пожалуйста, заранее спасибо. Дорогая моя, просто у вашего мужа мышление еще не выросло. У вас, видите, разные мышления. Вы хотите взять более качественные вещи, более ценные вещи, более дорогие вещи. А он считает, что это пустотрата расхода денег. По его взглядам он прав. По вашим взглядам вы правы. Видите, вот это мы называем столкновение два правда в семье. Вы правы, потому что хорошие вещи, они стоят чуть дороже. Это однозначно надо признавать, что хорошие вещи всегда дорого стоят. Если хочешь хорошую жизнь, качество твоей жизни, чтобы было хорошее, одежда была хорошая, еда была хорошая, надо за это хорошо платить. Это вы правы. За удобство, за услуги, за красоту надо платить. А что он говорит, он по-своему прав. Исходя из его сегодняшнего мышления, он прав, что без дорогих вещей ребенок тоже растет. Понимаете, без дорогих одежд этот ребенок тоже растет. И можно и средние, и недорогие вещи одевая, тоже можно расти. Просто это разный уровень взгляда и разный уровень стандарта. Для вас стандарты такого рода, для него стандарты такого рода. Видите, как это необычно работает. Но что вам надо делать в дальний момент, чтобы с этим справиться? Вся проблема в том, что ваши мужи очень сильно устают. Он слишком допоздна работают, он сильно устает. Вы начните поблагодарить его, вы начнете поддерживать его. Вы начнете снить то, что он на вас тратит. Начните снить. Начните сказать, что я очень-очень сню то, что вы тратите на нас и так далее. Поблагодарите. Помните, ключ к сердцу мужчины – это два. Всегда помните, это два ключ. Раньше все читали, что ключ к сердцу мужчины – это еда через желудок. Это неправда. Это, наверное, от того, что не было ресторана, не было кафе и так далее. Но на самом деле сейчас ресторана и кафе настолько много, что вы даже не представляете. Поэтому мужчине, по большому счету, сейчас мало нуждаются вашей едой. Так что, дорогие мои друзья, уважаемые женщины, сейчас ключ к сердцу мужчины не через желудок. Раньше вот эти рестораны, кафе и так далее не были, поэтому этим могли бы вдохновить мужчин или можно бы удержать мужчин и так далее. А сейчас нет, это не произойдет. Ключ к сердцу мужчины принадлежит через двух вещей. Первый – это благодарный язык, то есть вы должны быть благодарны. Чем больше благодарности вы проявляете, тем больше вы вдохновляете мужчин. А второй – хороший пастель. В пастели будьте очень приятная девушка. В пастели будьте очень привлекательная и, можно сказать, активная, энергичная. Это важно. Как бы мы ни говорим, наша природа вверется вверх. Природа существует, она всегда будет делать свое. Любой мужчина мечтает о сексуальной женщине. Любая женщина мечтает о сексуальной мужчине. Мы это знаем же. Так что природа все равно возьмется вверх. Будьте благодарны своему мужу и потихонечку, пожалуйста, поработайте над тем, чтобы поднимать его уровень сознания. Это как? Ключи у себя дома такие рубрики, такие видеоуроки и так далее, где говорится о богатстве, где говорится о бизнесе, где говорится о стиле жизни и так далее. И просто ходите по комнату, постепенно, постепенно, один раз, два раз, три раз и так далее. Он начинает послушать. И вы увидите, что потихонечку начнет понимать вас. Нужно время. Просто у него окружение другое, мировоззрение другое. Он вырастет по-другому, понимая эти вещи. Ему кажется, что не хватает. Если на что-то вы потратите деньги больше, на другое могут не хватать. Возможно, он мало зарабатывает сам, поэтому так думает. Если он будет сейчас послушать разные видеоуроки, читать книги об успехе и так далее, возможно, у него доход растет. Когда у него доход растет, будет все больше и больше, и он будет более уверенным, и он будет спокойно расходовать на такие вещи и не переживая. Вам что советую? Вам тоже советую, что вы иногда порой постарайтесь делать то, что он делает. То есть то, что он говорит. Скорее всего, он это говорит не потому, что не любит вас или не хочет тратить на вас или на ребенка. Нет, просто он хочет, возможно, у него есть какой-то план. Возможно, у него есть какой-то план, что он хочет накопить для что-то и так далее. Может быть, у него есть какая-то конкретная цель. Вы не знаете об этом. Поэтому, если он вам говорит, что давай не будем так много тратить на это или что-то и так далее, а вы спросите у него, а есть ли у вас план, какой у вас план и так далее. Сдавайте ему вопрос. Он вам ответит. Просто узнайте, какой у него план. Я обращаюсь к вам очень убедительной просьбой. Моя родная сестра задержала полиции с наркотическими веществами, 10 грамм героиной. Так как она работала наркокурьером, его задержали вечером-ночью в Москве. Подскажите, пожалуйста, мне как поступить в такой ситуации? Я постоянно смотрю ролики ваши, читаю ваши книги, вы являетесь моим наставником и учителем. Я сам работаю таксистом в Москве. Когда узнал о задержании сестры с наркотиком, был шокирован. Об ее деятельности никто из родственников, в том числе и я. Ранее не знали, что адвокаты просят от 120 до 150 тысяч рублей. Но 100% гарантию об освобождении не дают. Поскольку у меня нет таких денег, как мне поступить? Стоит ли брать в долг и нанимать адвоката? Хотя я осуждаю ее за такую работу. Но как родная сестра, не могу же оставить ее на призволь судьбе. Я очень нуждаюсь в вашей совете. Это урок судьбы, понимаешь? Каждое действие, которое мы делаем, за него надо отвечать. Каждые наши поступки имеют за собой какое-то последствие. Но ты думаешь о тех братья и сестры, которые будут посидеть на этот наркотик и всю жизнь трянуть свою судьбу? Ты думаешь о них? Ты думаешь о тех сновей, дочерей, чьей дочерей, сновей, которые гибнут за этих наркотиках? Поэтому, если бы она была бы моя сестра, я сказал бы так. Пусть она отвечает за свой поступок сама. Это важно. Честно тебе скажу, недавно одна женщина подошла ко мне и попросила, чтобы я помог ей. Деньгами помог, потом еще связами помог и так далее. Она рассказала мне историю, что его сына поставили, как будто его сын очень не такой, он такой особенный и так далее. И что что-то такое случилось, похоже, как твоя сестра. А как ты думаешь, я помог ей? Я сказал, нет. Я не собираюсь вам помогать таких решений. Извините, не приходите больше ко мне. Она говорит, почему мне трудно, в минуте не помогаешь. Дело в том, что я помогаю вам стать лучше, но не помогаю вам из таких моментов. Потому что за эти поступки надо отвечать. Я работаю не для того, чтобы в таких случаях просто глупым людям помогать. Нет. Я сказал, извините, нет. Это испытание судьбы. И теперь вот твоя сестра, твоя сестра сейчас, если ты деньги потратишь, найдешь долг и вытащишь ее, она не изменится. Оставь ее немножко. Пусть, по крайней мере, переполгода или год, пусть посидит, пусть переживет свою судьбу. Зато видит исправленный. Осознает свою судьбу, понимает свою поступку. Иногда, знаешь, чтобы ребенок не потрогал горячий чайник, мы берем горячий чайник самому и прикасаем ручку ребенка к этому чайнику. Тогда в дальнейшем, когда нас нет, ребенок не трогает горячий чайник, чтобы не обжегся. Иногда, которым людям так надо. К сожалению, это так. По-хорошему, люди не понимают. Так что, что я тебе советую? Не бери долг. От того, что ты долг берешь, ты залезешь в долгах, и у тебя будут через полгода и долги, и сестра все равно будут посидеть в тюрьму. А то, что ты, если у тебя свои накопления и так далее, немножко потратить и как-то помочь сестре, это другое дело. Но брат долго это делать я не рекомендую, потому что у тебя будут куча долги, сестру они все равно не отпускают, поверь моим словам. Здравствуйте, наставник. Вы чувствуете под давлением, вы чувствуете себя напряженной, и вы стараетесь ему понравиться, вы стараетесь что-то там придумывать постоянно. А вот любовь издалека вам нравится, а когда рядом, вам легко в сердце, вам легко, вы не питаетесь там что-то новое говорить, придумывать и так далее. Вы себя ведете такой, какой есть, и вы не боитесь потерять человека, потому что вы его любите, вы спокойнее, увереннее. Вот это любовь. Помните, что любовь это не чувство, любовь это забота. Когда ты готов заботиться об этом человеке, даже если этот человек не проявляет взаимность, вы готовы заботиться о нем, даже если он, скажем, не поблагодарит вас за это. Но вы готовы заботиться? Вот это любовь. Это любовь. Когда вы заботитесь, вы получаете удовольствие, вы получаете наслаждение от того, что просто делаете. Любовь это не условие, это не контракт, понимаете? Я тебе ко мне, я тебе, ты мне, это не любовь, это контракт. По большому счету я тебе, ты мне, это не любовь, это условие, это контракт. А вот служение – это любовь, забота – это любовь, без ожиданий и так далее – это настоящая любовь. Научитесь любить искренне, но вы будете страдать. Хочу, чтобы вы знали, любовь уменьшает ваши гордения, сделает вас терпеливыми, любовь избавляет вас от всякомерии, любовь создает внутри вас такое мощное вдохновение, сила дает вам двигаться вперед. Даже когда ничего не получается, любовь мотивирует вас. Любовь – это очень замечательная вещь. Постарайтесь любить. Любите от чистого сердца. Не всегда любовь бывает взаимная, но все равно научитесь любить. Когда вы любите, вы в выигрыше. Люди, которые не умеют любить, они… Понимаете, человек все равно страдает. Человек либо страдает от любви, либо страдает от отсутствия любви. Но страдания от любви делят вас мудрыми, спокойными, терпеливыми, вносливыми, понимаете, богобоязненными. А страдания от отсутствия любви делят вас, понимаете, грубим, хмурым, жестким, в душе одиноким, агрессивным. Помните это. Человек все равно страдает либо от любви, либо от отсутствия любви. Страдание от любви – это у них есть много пользы. Страдание от отсутствия любви – это бесполезная штука. Лучше любите кого-нибудь и потом страдайте, если это требуется. «Здравствуйте, я хочу, чтобы вы помогли моему брату по сменим вопросам. Он женился четыре раза». Ой, молодец какой. Четыре раза? Да вы что? «С первого брака есть дочка, с второго двое сновей, с третьего нет, с четвертого дочка и сын. Жена была моложе на 15 лет. Последний брак расстался, что жена ушла от него, оставив дочку и сына. Дочке было три года, а сыну пять лет. До сих пор не могу понять, почему все жены уходят от него. Он сам верующий, читает намаз. Ему 51 лет, он работает хорошо. Как теперь ему бить? Ему опять жениться? Если да, если опять уйдет жена, тогда что? Кто за него пойдет? Он ведь с детьми. Как дальше поступит? Почему все жены от него убегают? Ему нужно, может, характер менять? Меня очень жалко в данный момент брата. Он стирает, готовит, в школу ведет, на работу идет. Это очень большая проблема, ведь надо ко всему успеть. Пожалуйста, помогите решить, как поступить дальше. Однозначно жениться. Вы что? Вы знаете, что жена, мужчину жена нужна старости больше, чем молодости. Вашему брату уже за 50. Жена однозначно нужна. И без жены не обойтись. Это очень-очень важно – жениться. Поэтому пусть женится. Есть много женщин, которые разъединенные. Есть женщины, которые... Да, вы говорите, что кто пойдет на него, у него же дети с собой. Ну что? Ну что, что с дети? Есть женщины, которые не могли рожать детей, расстались. Есть женщины, которые вдовы. Есть женщины, которые расстались с мужами, и у нее есть детей. Так что у вашего брата есть детей, у того женщины будут детей, ничего страшного, таких очень много, и пусть найдется и пусть женится. Вы спрашиваете, а что если еще раз уйдет? Я думаю, что не помешало бы вашему брату посоветоваться психолога, потому что если один раз развод, я это понимаю, если второй раз, тоже понимаю, ну ладно ошибся, не сочетались, не получилось и так далее. Но когда человек 40 лет женится, осознанно, это 40-летний мужчина, вы понимаете, или 35 лет, или 40 лет, это же не 25 или не 22 летний мальчик. Когда человек 35-40 лет женится, и он опять такой приживет, потому что человек в таком возрасте обычно очень зрелый, выбирает ту женщину, которая ему нужна и так далее. Поэтому обязательно рекомендую, чтобы ваш брат посоветил психолога. Это нормальное явление, просто у него есть что-то то, что, наверное, у него мировоззрение в чем-то может быть, убеждение может быть по-другому. Может быть, что-то есть то, что он давит на женщине, что неосознанно может быть он это делает, что давит морально или психологически на женщине, что со временем они вынуждены бросать уйти. Вы же понимаете, что для женщины смене счастья на первом месте, вы же сама женщина, правда? Для женщины смене счастья на первом месте. Если для мужчины успех, признание, общественный, социальный статус на первом месте, например, в большинство случаев, у большинства мужчин, а у женщины, наоборот, смене счастья на первом месте, семья, дети и так далее, спокойствие. Поэтому если эти женщины бросают и уходят, значит они что-то давят на них, что-то принуждает их, чтобы они такое решение принимали. Согласны? Поэтому обязательно брату возьмите пожалуйста с собой на какие-то тренинги, которые по личностному росту, по взаимоотношениям и так далее. Пусть почитают хадисы пророка, если он намаз читает, пусть хадисы пророка побольше почитают, потому что там очень много ценностей, очень много. Ой господи, если мусульмане жили бы, что говорится в хадисе пророка или в соответствии с Кораном, или христиане в соответствии с Библией, или скажем все религиозные люди в соответствии с их религией, это было бы очень легко. Религия это не просто на книге, это образ жизни человека, надо жить с ним. Желаю вам успехов, дорогие друзья, ставьте лайк, напишите комментарии свои, буду очень-очень рад прочитать ваши комментарии, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте, поделитесь, будьте щедры, пожалуйста, поделитесь нашим рубриком своим знакомым друзьям, задавайте актуальные вопросы, коротко, ясно и четко, я обязательно отвечу. До встречи!